Мир всем! Нет более сложной темы, одиозной, если угодно, как темы Сталина, темы Верховного Главнокомандующего, Генералиссимуса Великой Державы, Союза Советских Социалистических Республик. Много мы знаем, также мы знаем, что много искажено, но дух православной России хорошо относится к этому имени, несмотря на всю грязь, которая насыпана на его могилу. Поэтому, одна из тем, я сейчас вам включу ролик, открыли памятник, Мария Шукшина о нем расскажет, и я потом сделаю еще, мы сделаем заключение, я переворачиваю камеру. Открытие памятника сегодня, благодаря титаническим усилиям Фонда сохранения культурного наследия «Русский Витязь» и благодаря руководству и трудовому коллективу завода «Микрон», это дань великому человеку, оболганному и оклеветанному, это дань великому государственнику, правителю российскому, который сумел противостоять внешнему и внутреннему врагу. И нет, пожалуй, в истории государства российского более оболганного, нежели Иосиф Сталин. Он, конечно, царь Иоанн Грузный, как символы борьбы с пятой колонной, яркие символы. Пятая колонна, конечно, название достаточно современное, относительно современное, но была всегда и не прощает она тем, кто гнал и обличал ее, и жестоко мстит за себя. Как писал митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Иоанн Снычев в своей книге «Самодержавие духа. Очерки русского самосознания», приняв на себя по необходимости работу самую неблагодарную, как опытнейший хирург, отсекал он от тела России гоняющие бесполезные члены. Так писал митрополит о царе Иоанне Грузному. Но то же самое можно и нужно сказать о Сталине. И, кстати, как и царь, который не обольщался, так сказать, по поводу ожидаемой оценки современниками и потомками своего труда, говоря, «Ждал бы я, кто бы поскорбел со мной, но не явилось никого. Заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь». Так и Сталин предвидел нечто подобное, когда говорил, что после смерти на могилу нанесут, на его могилу нанесут много мусора. Но ветер истории развеет его. Все так и вышло. Не нашлось места царю Иоанну IV на памятнике Тысячелетия России. Не находится сегодня и место Сталину в столице. За что же так ненавидят до сих пор и боятся Сталина? Казалось бы, уже столько лет прошло. А все очень просто. Сталин трижды сорвал планы глобалистов по строительству необходимого им общества под их руководством и надзором на русской земле. За это так и ненавидят его антисталинисты. Все прозаично и типично до сих пор. До конца своей жизни Сталин, будучи уже во власти, противостоял проклятой касте, классовому врагу, как он называл представителей советского, привилегированного, эксплуататорского класса, откровенных русофобов, которые мечтавших, так сказать, жечь Россию как хворост в пламени мировой революции. Но именно при Сталине национальной политике государства российского произошел настоящий переворот, обретя несомненные национал-патриотические черты. Как писал митрополит Иоанн Снычев, надо отдать Сталину должное. Пересмотр идеологической работы в массах осуществлялся решительно и целенаправленно во всех областях от культурно-исторической до религиозной. И русская история и национальная культура из объекта нападков, грязных оскорблений, глумлений вдруг превратилась в объект почитания. С исторической свалки подняли имена Александра Невского, которого продажная профессора, так сказать, называла в угоду троцкистам-русофобам классовым врагом. Имена Кутузова, имена Суворова. Помимо этого, Сталин фактически прекратил гонение на церковь. И попытки эти предпринимал он еще в 1923 году, Ленин еще был жив. И это, видимо, ему семинарское образование помогало. В 1936 он запретил аборты. Численность населения за годы сталинского управления выросла на 60 миллионов человек, согласно переписи. В 1943 восстановил патриаршество. Но, к сожалению, все эти начинания были свернуты уже в хрущевские годы. Меня часто спрашивают, почему я, как я вообще, будучи православным человеком, с уважением и почтением отношусь к Иосифу Виссарионовичу. Ну, вопрос довольно странный, если не сказать больше. Тем паче, что многие служители церкви называют сталинизм промыслом Божиим. И такие патриархи, вернее, православные иерархи, как патриархи московские, всея Руси, Сергий, Алексий. И очень почитаемый в народе святитель Луко-Огойно-Есенецкий. Называли Сталина богоданным, богодарованным вождем России. Поэтому многие люди, стоящие на позиции православия, принимают Сталина. И в то время, как Чубайс возлагает цветы на могилу Троцкого, мы открываем памятник Сталину. И расхождение это объясняется очень просто. Расхождение у нас не партийное, а прежде всего метафизическое, духовное. И тем особенно ценен акт исторической справедливости, явленный нам сегодня, еще раз повторю, фондом «Русский Витязь» в лице Дмитрия Вячеславовича Казакова и заводом «Микром» в лице Бориса Николаевича Каракаева. И будь у меня сейчас в руках букал, я бы точно так же подняла тост за великий русский народ, как это делал 24 мая 1945 года Иосиф Виссарионович Сталин, который создал такую державу, которую, сколько не разваливают, не могут до конца развалить. Да не будет. Служу Отечеству. Красиво. Переворачиваю камеру. А что я хотел добавить. Вспоминаем мы с вами пророчества святых. Мы знаем их довольно много. Возможно, где-то тоже есть какие-то интерпретации и добавки. Но не суть важна. Смысл в том, что сказано, что прольется много крови. Но эта кровь будет очистительная. Никого в себе ссылать не будут. И мы понимаем, что такой же хирург, как сказал митрополит Иоанн, умелой, твердой рукой отсечет все ненужное от тела России. Это произойдет и вновь. Этого и боятся. Потому что, конечно же, лучше пользоваться спокойнее, надежнее. В мутной воде ловить рыбу. Когда все аборигены на этой земле занимаются своими делами. Они заняты. Кто-то пьет, кто-то спит, кто-то работает. Им нет дела до этого ручья. Конечно, это замечательно. И для этой колонны, для этих известных, так сказать, дело даже не в национальности. Дело в когорте лиц. Вот эта когорта, она это понимает. И хотела бы, чтобы это время, такое счастливое время, как сказал один одиозный персонаж, что мы живем при Путине как никогда хорошо. Такого не было никогда в истории Российской империи. России, РФ и РФ какой-то, да? Мы так хорошо никогда не жили. Поэтому, конечно, мечта их понятна. Но, а наша мечта вздохнуть полной грудью. И хоть почувствовать, пусть напоследок, пусть перед вторым пришествием Христа, как можно жить, когда тебя не обижают, когда тебе помогают, когда к тебе хорошо относятся, просят от тебя то, что ты можешь, по вашему образованию, по вашему желанию. Вы сами будете хотеть хорошо работать в своем направлении. Вот, и хорошо жить. Вот это, конечно, мы никогда не ощущали при нашей жизни. Да и наши отцы и деды не ощущали. Может быть, мы доживем, чтобы ощутить, Господь доследас, конечно, ощутить нам с вами. Будем жить. Если вы читаете ролик интересный, можете его переслать другим. Ваш Евгений Лопать.